И вновь правящие в стране партии, проиграв на муниципальном уровне, стремятся выровнять положение, изменяя законы в пику городу Таллина. Не секрет, что именно бесплатный общественный транспорт считается одним из столпов победы центристов на выборах. Причем подрывная работа против данной инициативы стала вестись с самого ее введения в начале текущего года. Напомним также, что городу пришлось пройти все судебные инстанции, вплоть до государственного суда, чтобы отстоять право на предоставление жителям такой льготы. Конечно, там есть вопросы, но я хочу сказать то, что, во-первых, у нас есть решение государственного суда, где говорится о том, что местные самооправления имеют право дать различные льготы своим жителям. То есть, если там в Риге что-то обсуждается, я все-таки думаю, что это противоречит этим решениям государственного суда. Все равно даже закон еще не принят, да? Да, закон не принят, но это еще раз показывает то, что если бы правые выиграли выборы в Таллине, что было бы после этого. Бесплатный общественный транспорт оказался столь удачной инициативой, что даже прежние Яры и его противники перед выборами обещали сохранить это начинание. Впрочем, ради голосов избирателей они были готовы согласиться на что угодно. Однако сами горожане уже настолько свыклись с тем, что они могут не платить за проезд, что с трудом представляют себе, что может быть по-другому. К тому же все как один отмечают экономическую эффективность этой льготы. Раз уже сделали бесплатного, почему бы не оставить? Очень удобно так стало ездить и поприиматично будет обратно переместиться на платный проезд. Я также думаю, как и мой друг, то что это уже неправильно будет, если перейти обратно на платный транспорт. Вы поддерживаете, да, то, что транспорт бесплатный? Да, то, что это очень выгодно. Прежде всего, это экономия для семьи. Во-вторых, не надо бесконечно беспокоиться, продлен, не продлен и так далее. То есть лишних забот меньше, меньше забот. И, конечно, экономия. Экономия. Экономия, да. Для нескольких членов семьи это все-таки достаточно приличная сумма получается. Но, по-моему, это совершенно понятно. Что же касается изменений к закону об общественном транспорте, готовящихся в Риге-Когу, то с ними далеко не все еще ясно. Во-первых, составлены поправки настолько туманно, что разобраться в них сложно и юристам. Во-вторых, даже если закон и будет принят, то он вроде бы не прямо запретит в Таллине бесплатный общественный транспорт, а наоборот позволит гипотетически расширить эту льготу на всех жителей республики, которые сейчас будто бы испытывают дискриминацию в связи с этим. Словом, опасаться пока нечего, но, как заявил Тавиас, городские власти следят за ситуацией и готовы приложить максимум усилий, чтобы отстоять одно из своих главных завоеваний.